И нашли, нашли труп свежий в этой креме, это вообще сенсация полная, потому что никто не верил, как же так, ну там были биологи, естественно, в первую очередь, и вот откуда его заветуют. До сих пор, я знаю, что такие разговоры были, что якобы находили, но говорят, что все-таки это была спецификация. Американцами или майором? Просто здесь реально, на самом деле, отчетно об экспедиции, да, и фотографии. Дим, для того, чтобы существовал вид, нужно сшивать, хотелось, кассетки. На данный момент, не две пары, да. Предположение было такое, что они когда ее раскрыли, это уже был вымирающий вид, и они не били-били, а просто популяция уже загибалась сама по себе, а они просто добавили там этого. То есть сожрали все, что осталось? В 1741 году, когда открыли остров Беринга, популяция насчитывала примерно 2000 особей. Ну, то есть 2000 особей все-таки за 20 лет сожрали. Откровенно сожрали, причем коровка была немаленькая, это был самый большой представитель вида сиренов. Она достигала размером 7-8 метров и весила несколько тонн. На тот момент из всех морских млекопитающих, после китовых, это был самый большой млекопитающий. То есть, если она была больше, даже здесь, где фильмы, так-то. Какая-то нечего? Какая-то нечего? Какая-то нечего? Какая-то нечего? Какая-то нечего? Да, это был способный. Ну, все ощутили драматизм, да, вот этой ситуацией. Это ребро коровы стезера. Ребро? Да. Реально? Реально. Абсолютно. Дарья, вывести спокойно. Конечно, спокойно. Нет, спокойно. На самом деле, найти очень сложно, их осталось совсем немного. Это не я нашел, это не подалили, вывозить нельзя ни в коем случае. И я рискнул, потому что я это обещал на какую-то биологическую кафедру МГУ. То есть это уже... Это не Бойзов, это не Бойзов, это ИГС. Уйдем. А у него обещал? А? Нет, я обещал Диве. Там много, что ли? Осталось немного. Ну, то есть они не валяются на каждом шагу, и найти сложно. Их, когда находили, их активно использовали для поделок там эти, для местных. Ну, у каждого там в гараже, наверное, осталось вот так вот. Найти на просто валяющихся, это очень достаточно сложно. Перерыв надо делать или теперь перейдем к фотографиям? Перейдем к фотографиям, конечно. Давай, давай, фотографии не томи. Перейдем к фотографии. Вообще, я планировал этот рассказ про всех холостоногих, которые живут на Командорских островах. Ну, захотелось рассказать немножко об истории, захотелось рассказать немножко о географии. И поэтому, наверное, время осталось рассказать только про один из видов, а про остальные расскажу потом. А сколько всего видов? На Командорских островах три вида лостоногих, которые постоянно объявляют. Это, ну, самый большой по популяции, это северно-морской поле. Второй это сивуш или северно-морской лев. И третий это антур или островная нерпа. Это самый редкий вид, и он находится на грани исчезновения. И пуляции, как его не охраняют, почему-то не выхочется. Но расскажу сегодня про северных мастер-кодиков. Это самый распространённый вид. И вот эта съёмка сверху с квадрокоптера, это северо-западное лежбище острова Беринга. Это одно из трёх лежбищ острова Беринга. Это самый маленький. Здесь самая маленькая популяция. Ну, это лежбище доступно транспортным. То есть туда можно доехать на машине. То есть, что мы, собственно говоря, не делаем. Первый раз, когда мы приехали, мы приехали без космоса. Не собираясь нырять, мы приехали на разверку смотреть, как это всё выглядит. Выглядело вот так. У нас была сухоподная съёмка. Для фотографов, для туристов сделаны специальные загонщики, которые заходить не рекомендуется. и с которых, там, с помощью телеобъектива можно достаточно спокойно и занимать. Среди... На этом лежбище, помимо котиков, есть сиучи, это северо-западовской лев. Они живут в одном месте с котиками. У них есть... Бывают конфликты, связанные с борьбой за территорию. Но... Но в итоге они уживаются. Там конфликты бывают. Но они не настолько сильные, как внутривидовые. То есть там больше конфликтов между самцами и внутривидами. Немножко расскажу про котика. В котиках относится к семейству ушастых тюленей. То есть это не настоящие тюлени, это ушастые тюлени, или... По-другому это... Атряд называется сиучи. Туда входит северный морской котик, туда входит ещё порядка пяти видов морских котик, которые обычно обитают в Америке, в ЮАР и так далее. И самый большой представитель... Это вот как раз сиучи, которые я показывал. Это всё ушастые тюлени. Как живут они гаремами? То есть вот как происходит... Вот эта фотография, она на самом деле очень показательна. Да, как происходит жизнь у морских котиков. Весной, то есть полгода они живут в море. То есть они мигрируют, они живут в море, и потом у них наступает шухопутный период, который начинается весной. Весной сначала половозрелые самцы, которые вошли уже в статус сикачей, приходят на обозначенные какие-то территории и начинают захват и борьбу за места. То есть у них происходят как раз внутри видовые там всевозможные разборки. Всё устаканивается, а потом начинают приплывать самки. Каждая самка, приплывающая, она первое, что делает, она сразу рожает. То есть она вынашивает щенка, который был зачат ещё в прошлом году. Она приплыла, родила щенка и поступает в гарем к одному из стикачей. В зависимости от того, насколько сикач способен удержать свой гарем, количество самок может доходить до сотни. У одного сикача может быть сотня самок. Самцы в пять раз больше самок. Самцы морских котиков, тоже самец, они достигают 350 килограмм. Самки в среднем 70 килограмм. когда самка нажает щенка, она его кормит первое время. В среднем одна самка кормит своего щенка 10-12 раз молоком. И всё. Причём это происходит как? Она его кормит какое-то время, там день-два, потом дня натрий может уплыть и кормиться в море, отдыхать. В это время все щенки морских котов, щенки, не котята. Правильно это щенки? Щенки живут отдельно. Они живут в отдельных детских садах и каждая самка находит исключительно только своего ребёнка, находит его по запаху, кормит. И в том случае, если с самкой что-то случилось, щенок не выживает. Ну да, примерно. Здесь нет такого, что кто-то сжарился, покормил чужого ребёнка. Ничего подобного. Ну вот такая нормальная жизнь. То есть горим самочек. Причём самки периодически куда-то пытаются убежать, самцы за ними бегают. Дети при этом, вот эти чёрнки это детские сады, они же чёрнки совершенно отдельно. Самец, который побежал за очередной самкой, он прям не церемонясь, вот так вот берёт, переносит на место, кладёт. В это время другая самка убегает, он бежит за ней, её обратно приносит. Да, потому что там же есть ещё много самцов, которые не смогли завоевать гарем, но при этом они полувозрелые. На подхвате. Да, на подхвате, и они бегают, развлекаются, самцам это не нравится. И вот это вот происходит, я наблюдать это всё очень прикольно. То есть вот этот гарем, самка в одну сторону подлежала и схватил там, что-то сделал. Ей объяснил. В это время другая самка, только подлежала, потом он так это выводит, уже выдыхается, бьёт на всё, ложится и отдыхает. Самка начинает разбросаться. И вот как раз, момент, когда самец выясняет отношения с самкой. Красоту наоборот. Да. Маникюр. Это у нас наши... Паласы какие больше? Наши съёмки наземные. Конечно, помимо того, вот это вот все движухи, которые происходят в ней, самое интересное наблюдать то, как они спят. Это, конечно, отдельная история. А если самка успеет добежать до головы другого, тогда что? Дорогие. Это ты квадрокоптером? Нет. Это... Лежбище основное находится вот там, как я показывал. Мы для того, чтобы зайти в море и снимать котов под водой, мы заезжали, за где-то километр нужно было плыть. То есть мы не могли зайти прямо на лежбище, потому что котики очень боятся людей. Это обосновано тем, что их до сих пор, даже на территории заповедника, их бьют, дают разрешение, да, совершенно верно, и забивают их до сих пор старым способом, забивают дубинками, то есть несколько сотен котиков каждый год. А зачем их забивают? Жрать? 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 На местр, на местр. У меня нет. Актуально. Вот, вот, человек откуда? У меня нет. Актуально. Вот, да-да, в России. Ну, посмотрите, как животинка спит. То есть я не знаю, что ему должно сниться, что ему должно сниться, там во сне, там летает, наверное, плавает. Я бабочка. Я бабочка. Ломит кого-то. Угу. Танци. Танции. Ааа. Танции. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok